Здравствуйте дорогие друзья, в данном видео обзоре я вам расскажу о режиме мультиплеер в игре Dead Space 2. Для тех, кто уже давным-давно оставил за плечами основную кампанию Dead Space 2, не будет секретом, что в игре присутствует мультиплеер. И у многих возникнет желание обязательно его опробовать и сыграть команда на команду. В сражениях будут представлены две противоборствующие стороны, это игроки-люди и игроки-некроморфы. В каждой из сторон могут участвовать по 4 игрока, то есть 4 человека, 4 некроморфа, но у некроморфов есть несколько сюрпризов. Первый из них, они делятся на 4 разных вида. Во-вторых, некроморфы могут видеть противника сквозь стены. Ну и в-третьих, в момент уже боя, когда вы будете возрождаться, вы сможете выбрать из какой точки на карте вы бы хотели появиться. Если будете играть за некроморфов, это очень важный тактический момент появления в той точке, которую вы укажете. Особенно будет это выгодно, если противник будет повернут к вам спиной. Также вся основная анимация по добиванию противника взята из основной игры, то есть либо вы пытаетесь прокусить шею, либо вы пытаетесь отравить противника ядом из своего рта. Разделение между самими некроморфами достаточно простое, либо выбираете малыша, который достаточно силен в ближнем бою, либо некроморфа, похожего на такую своеобразную уродливую собачку, который может лазить по стенам, также на дальних расстояниях плеваться ядом. Либо вы выберете двух огромных амбалов, которые могут также плеваться и кислотой, ну и конечно они очень хороши в ближнем бою. Если так случится, что играя за некроморфа вас убивает противник, с возрождением не так все просто, первые два вида возрождаются гораздо быстрее, последующие два гораздо дольше. Все раунды в мультиплеере проходят на время, в который игроки и люди должны достигая определенных контрольных точек выполнить задания. Ну а задача космических тварей достаточно простая, как можно дольше не дать противнику выполнить его основные задания. Карт представленных в режиме мультиплеер очень мало, а также они очень маленькие, и если вы захотите просидеть долгое время за мультиплеером, вам не удастся по одной простой причине, он очень быстро приедается и надоедает. Многие бывалые игроки мультиплеерных игр уже успели отписаться на различных форумах о том, что мультиплеер Dead Space 2 очень похож на Left 4 Dead. Ну и конечно же для игроков людей присутствует небольшая прокачка вашего оружия и костюма. Выскажу свое мнение, после одиночной кампании мультиплеер мне показался очень блеклым, серым, и мне не захотелось больше 2-3 раундов вообще в него играть. Соглашусь со многими игроками, что мультиплеер очень сложен, требует отдачи от всей команды, грамотного распределения ролей. Также конечно же согласен, что маленькие размеры карт превращают игру в настоящую бойню, где нужно ежесекундно принимать быстрые и грамотные решения. Но по моему мнению, для массового игрока этот мультиплеер на один вечер. Дорогие друзья, играйте только в хорошие игры. Огромное вам спасибо, что смотрите мои обзоры. Желаю вам удачи. До свидания.